Привет, друзья! Я Александр Кушинарь на канале Ньюс Эйдер. Глава Пентагона Ллойд Остин совершил визит в страны, территории которых оккупированы российским режимом, Грузию и Украину. Речь идет по существу о первой такой миссии в истории, когда министр обороны США едет в Европу для того, чтобы посетить главным образом именно эти две страны для выражения поддержки в борьбе с российской агрессией. Как и было обещано Пентагоном ранее, глава военного ведомства заявил об открытых дверях НАТО для обеих стран и намекнул российскому режиму, что очень важно, о цене, которую ему придется заплатить за дальнейшую эскалацию. Главное, о чем заявил Остин, касалось российской угрозы для Черного моря. Глава Пентагона прямо предупредил Россию. Соединенные Штаты готовы задействовать свои силы для ликвидации российского военно-морского потенциала в регионе, если на Москву не подействует сила убеждения со стороны НАТО. Никогда прежде подобное предупреждение не озвучивалось на высшем уровне американских властей и тем более на уровне министра обороны. США прибегли к языку силы на высшем уровне, и это свидетельствует о том, что во всех других вариантах воздействия на российский режим, кроме прямых военных угроз, в Вашингтоне разочаровались. О чем именно сказал Остин, комментируя ситуацию в Черном море, и каковы вообще итоги его визита в Грузию, Украину и Румынию, расскажу вам я сейчас вот в этом сюжете. Итак, в Тбилиси, куда Остин приехал 18 октября, он со своим коллегой Джоаншером Бурчуладзе подписал меморандум об укреплении обороноспособности Грузии и ее потенциала сдерживания. Остин назвал этот документ инициативой, которой начинается новая фаза сотрудничества сторон в вопросах безопасности, а также он назвал это признаком долгосрочной стратегии США по оказанию помощи грузинскому государству в его борьбе с российской агрессией. Цитирую Остин. Это знаменует собой действительно новый, захватывающий этап в двустороннем сотрудничестве в области безопасности между нашими странами. Мы обязательно воспользуемся оборонной программой Грузии и продолжим поддерживать институциональные реформы в оборонном секторе. Усиливайте способности и навыки, необходимые для эффективного сдерживания и защиты. Мы поддержим взаимодействие Грузии с НАТО, сказал глава Пентагона, добавив, что Вашингтон выступает за независимость и территориальную целостность Грузии, 20% которой, кстати, оккупируют Россию. В свою очередь глава Минобороны Грузии Бурчуладзе согласился с тем, что подписанный меморандум действительно выводит отношения с США на новый уровень и отметил, что на встрече с главой Пентагона говорил о ежедневном процессе оккупации грузинских территорий, о кибератаках и методах гибридной войны России против Грузии. Остин, обращаясь к Кремлю, потребовал от него выполнять взятые на себя обязательства по соглашению прекращения огня 2008 года. Эта договоренность требует от Москвы отвести войска на довоенные позиции и обеспечить доступ международных организаций в оккупированные регионы Грузии. Как известно, Россия поступила ровно наоборот. Уже 13-й год подряд она держит две свои военные базы со 10 тысячами военных в Южной Осетии и Абхазии, в регионах, которые пребывают в катастрофическом упадке из-за действий российских агрессоров. Не менее важным стало высказывание Остина в Тбилиси по другому поводу, который в последнее время раскручивает Россия. Сейчас кремлевский режим пытается педалировать инициативу так называемого формата 3 плюс 3 по Нагорному Карабаху. Это объединение, которое включало бы 6 стран, а именно с одной стороны это Россия, Азербайджан и Армения, а с другой Турция, Грузия и Иран. Как следует из списка стран, Москва хочет затянуть Грузию в этот коллектив в основном недемократичных стран. Формальная цель, которую излагает Москва, это якобы обеспечить консультации по ускоренному развитию региона, который долгое время сдерживал свое развитие из-за сохраняющихся конфликтов. Так сказал глава МИД России Сергей Лавров. Но в реальности, конечно, этот формат Россия пытается запустить для того, чтобы просто выдавить из региона Соединенные Штаты и Европу и заставить небольшие страны вроде Грузии и Армении вращаться в орбите Кремля и Анкары. По словам Лаврова, Россия выступает против наращивания военной активности и против того, чтобы какие-то учения носили провокационный характер. Но в действительности, конечно, именно российский режим как раз и является главным провокатором и автором военной активности, причем агрессивной. А выступает Россия против того, чтобы грузинские власти продолжали наращивать военное сотрудничество с Вашингтоном и проводить с ним вот те самые военные учения. Вот что по поводу формата 3 плюс 3 сказал Остин на пресс-конференции грузинской столицы. Цитирую. «Прежде чем говорить о какой-либо новой платформе, Россия, которая оккупирует 20% территории Грузии, должна выполнить соглашение 2008 года о прекращении огня», — сказал он. «Основатель грузинского центра стратегического анализа Георгий Рухадзе уверен, что в конечном итоге именно этот пункт и был главным в программе визита Остина в Грузию». Цитирую его. Это дипломатическое послание, но очень понятное. Причем не только и не столько России, сколько правительству Грузии. Оно подразумевает, что Грузии, в то время как Россия оккупирует ее территории, нечего делать с Россией на одной платформе. Я уверен, что за закрытыми дверями этот вопрос был обсужден и с премьер-министром, и с министром обороны Грузии. И позиция Соединенных Штатов была довольно жесткой в отношении того, что формат, где западные партнеры не участвуют, а Россия находится в доминирующем положении, Грузии не нужен. Цитата завершена. Схожего мнения придерживается и вице-президент неправительственной организации Атлантический совет Грузии Бато Кутелли. По мнению политолога, Остин дал понять грузинскому руководству, что попытка России и других инициаторов по отформе 3 плюс 3 выдавить США и Европейский союз из региона в первую очередь несет угрозу именно для самой Грузии. Цитирую. Ллойд Остин ясно дал понять, что Грузия, будучи частью демократического мира, важной частью архитектуры глобальной, черноморской и европейской безопасности, не может участвовать в каких-либо форматах с Россией, так как это идет в противоречии с интересами как самой Грузии, так и ее партнеров. До тех пор, пока Москва оккупирует ее территорию. И это очень правильное стратегическое послание, которое должны принять во внимание все акторы, которые отвечают за внешнюю политику и безопасность Грузии. Цитирует эксперта Радио Свобода. По словам корреспондента Радио Свобода Владимира Унанянца, наблюдатели отмечают, что формат 3 плюс 3, который сегодня активно продвигает Москва, это наглядный пример того, как меняется миропорядок. Главная миссия платформы, считают ведущие грузинские аналитики, это, как уже говорилось, вытеснить Запад с Южного Кавказа, закрыв его для вне региональных игроков. Своим визитом Остин показал, что этому не бывать, что США останутся важнейшим игроком, в том числе и на Кавказе, а Грузия продолжит свое движение в сторону Евроатлантики. Но останутся США, конечно, и в Украине, само собой, как ведущий партнер этого государства. Об этом заявил глава Пентагона в Киеве, куда он отправился 19 октября, на следующий день после визита в Тбилиси. Во время выступления в украинской столице Остин подчеркнул, цитирую, Россия начала эту войну, и она строит препятствия для достижения мира. Мы же продолжаем делать все возможное, чтобы поддержать Украину и защитить ее безопасность, сказал он, добавив, что поговорил с министром обороны Андреем Тараном о том, чтобы, цитирую, углубить региональное сотрудничество между черноморскими союзниками и партнерами для сдерживания дестабилизирующих действий со стороны России. Остин обратился к режиму в Москве. Остановите, сказал он, международное хулиганство и человеконенавистническую политику. Цитирую. Мы вновь призываем Россию прекратить оккупацию Крыма, прекратить продолжение войны на востоке Украины, прекратить дестабилизирующую активность в Черном море и вдоль границ Украины, а также прекратить постоянные кибератаки и другие провокационные действия в отношении западных демократий. Заявил глава Пентагона, а в подтверждение этому отметил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать, цитирую, помощь для увеличения морского потенциала не только Украины, но и Грузии, Румынии и Болгарии. Прокомментировал он и другой момент, тот, который так волнует лично Владимира Путина. Цитирую. «Ни одна третья страна не имеет права вето на решение членствий в НАТО», сказал Остин, отвечая на вопрос о том, что в Кремле считают красной линией вступление Украины в Североатлантический альянс. «Украина, как я сказал ранее, имеет право определять свою собственную будущую внешнюю политику, и мы ожидаем, что она сможет это сделать без всякого внешнего вмешательства», пояснил руководитель военного ведомства США. Со своей стороны министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что обсудил с американским коллегой, цитирую, «наиболее критические и конкретные проекты по развитию возможностей вооруженных сил Украины на суше, в воздухе, на море, а также в киберпространстве». Встретился Остин, разумеется, и с президентом Украины Владимиром Зеленским. С ним он поговорил о дальнейшем взаимодействии с НАТО и дальнейшей реализации евроатлантических устремлений Украины. Глава украинского государства поблагодарил министра обороны США за материально-техническую помощь, в том числе за дополнительную поддержку в размере 60 миллионов долларов. Первая партия этой помощи прибыла 10 октября в Украину, не включала в себя медицинские, имущество, вооружение, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения. Вторая партия поступила 18 октября и предназначалась для нужд вооруженных сил Украины. Ну и третья ожидается в ближайшее время. Доставка грузов стала возможной как раз благодаря договоренностям, которые были достигнуты во время недавнего визита президента Зеленского в Соединенных Штатах. Наконец, есть еще один момент, который Остин обсудил со своими коллегами в Грузии и Украине. Это угроза со стороны России в Черноморском регионе. Вот что сказал Остин на встрече с грузинскими коллегами. Цитирую. «Один вопрос я хочу ясно и понятно зафиксировать. США осуждают оккупацию России территории Грузии и попытки России с использованием различных механизмов получить влияние над Черным морем», — сказал Остин на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. По словам Остина, которого цитирует пресс-служба главы грузинского правительства, «Черноморский регион является значимым, поэтому его безопасность и стабильность крайне важны». Гарибашвили в ответ заверил Пентагон, что у США есть надежный партнер в регионе в лице Грузии. Украина тоже получила от Остина заверение в том, что США помогут Киеву защищаться от российских притязаний в Черноморском регионе. Наконец, уже 20 октября, выступая в Румынии, глава Пентагона подтвердил эту позицию, причем более ясно. По его словам, США продолжат препятствовать попыткам России заполучить доминирующие позиции в Черном море, и более того, он намекнул на то, что американские ВМС и ВВС применят против России силу, если не останется иного выбора, цитирует Остина. «Наши позиции в регионе продолжат представлять существенную угрозу для России и позволят силам НАТО действовать более эффективно в случае, если сдерживание потерпит неудачу», добавил Остин. Он отметил, что обсудил с румынским коллегой, цитирую, «важность укрепления сотрудничества с союзниками в Черном море и партнерами с целью сдерживания и защиты от пагубной российской активности в регионе». По его словам, американские позиции в регионе подтверждаются стремлением поддержать ротационное присутствие сил США. Иными словами, Соединенные Штаты постоянно производят ротацию своих сил, постоянно перебрасывают туда различные войска, в том числе военно-воздушные, и, соответственно, тем самым они гарантируют себе возможность военного воздействия на Россию в Черноморском регионе. Остин отметил, что в Румынии в настоящий момент находится около тысячи американских военных, и этого достаточно для эффективного противостояния угрозам. Заявления Остина подкреплены реальными возможностями США. Прямо сейчас в Черном море в очередной раз провели свои ежегодные тренировки стратегические бомбардировщики Б-1Б «Лансер». Они способны нести специальные крылатые стелс-ракеты, которые предназначены для поражения кораблей противника и способны уклоняться от срез противоракетной обороны. Один «Лансер» способен нести до 24 таких ракет. Ну а пара таких самолетов могут уничтожить весь Черноморский флот России одним залпом. По мнению директора Института мировой политики Евгения Магды. Визит Ллойда Остина в обозначенной стране Европы — это своеобразная рекогницировка в Черноморском регионе. Цитирую. «Это заявка на возможное усиление партнерства, возможный альянс в Черном море, где у США будут более активные действия. Американские корабли с большей интенсивностью начнут заходить в акватории стран Черного моря», — сказал Евгений Магда корреспонденту «Голос Америки». Все это происходит на фоне выхода России из дипломатического сотрудничества с НАТО и беспрецедентного хамства со стороны российских властей в отношении западных представителей. Комментируя сворачивание Кремлем своей миссии при штабе НАТО, генсек Североатлантического альянса Иенс Столтенберг возложил ответственность за окончательное разрушение отношений России с западным альянсом именно на российское руководство. Цитирую. «Такая ситуация сложилась из-за поведения России. Россия захватывала территории соседей, вмешивалась в демократические процессы и вела себя агрессивно в отношении членов НАТО», — сказал Столтенберг и добавил. «На каком-то этапе Россия должна будет понять, что мир станет более безопасным, если мы наладим содержательный диалог». Цитата завершена. Вот только к кому обращено это высказывание? К главе МИД России Сергею Лаврову, который нахамил тому же Столтенбергу в личной беседе? Или, может быть, Дмитрию Медведеву из Совбеза, который пишет публичные статьи, в которых называется их оппонентов дебилами. Впрочем, как это делает и сам Лавров, опять же. Ясно одно. Действия Столтенберга, который решил недавно выслать половину российской дипмиссии, куда красочнее описывают его истинные намерения, чем его слова, являющиеся не более чем данью дипломатии. Нет сомнений, что в кулуарах представители НАТО давно осознали степень умственного распада российского руководства и сейчас лишь пытаются сделать так, чтобы смерть российского режима состоялась в тиши истории, а не под грохот пушек. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и при желании можете поддержать нас через платформу Patreon и другие ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. До скорых встреч!